Анатолий Пахомов отметил, работа предприятия очень важна для города, ведь это единственное в России племенное форелевое хозяйство, а для Сочи оно уже стало брендом. Глава курорта подчеркнул, что администрация готова оказать содействие в развитии, тем более перед предприятием открылись новые перспективы в связи с запретом ввоза продовольствия из стран ЕС. В данных условиях, когда сегодня должно произойти товарозамещение, то есть когда государство сделало уклон к тому, что надо уделить внимание своему сельскохозяйственному производителю, у нас появляются и совершенно серьезные возможности. То есть, во-первых, участие в государственных программах и кредитовании сельскохозяйственных предприятий. Сегодня Адлерский племенной форелеводческий завод – успешное предприятие. В прудах разводят пять видов форели, три из них запатентованы. Само же предприятие имеет замкнутый цикл, то есть тут появляются икринки, после они становятся мальками, потом взрослая рыба и отправляются на продажу. Также хозяйство распространяет икринки для рыбоводческих хозяйств по всей России. В год около 60 миллионов, и это не предел. Адлерский форелеводческий завод при помощи государства может в разы увеличить производство и выращивать другие виды рыб. Например, осетровых. Несколько экземпляров уже плавает водоемо-хозяйство. Осетровые мы покупаем, доращиваем. Их немного. Не то количество, что бы хотелось. Конечно, при поддержке государства, субсидировании, у нас будет возможность развивать производство, наращивать производство, развивать. Мы сейчас за 2013 год вырастили товарной рыбы 600 тонн форелей. Это хотелось бы и, надеемся, в планах порядка 800-900 тонн. Анатолий Пахомов подчеркнул, что всем сочинским сельхозпроизводителям необходимо наращивать производство продовольственных продуктов. Спрос есть, отметил городоначальник. Жители и гости курорта с большим удовольствием купят местные овощи, мясо или рыбу, чем привозные. А власти со своей стороны будут прорабатывать дополнительные места сбыта. Увеличение объемов производства благоприятно скажется и на простых сочницах. На предприятиях появятся новые рабочие места. Игорь Группа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.